Здравствуйте, в эфире программа «Крупный план». Меня зовут Владимир Сметанин. И сегодня крупным планом в нашей студии Анатолий Чурин, руководитель областного отдела народного образования, областного управления народного образования, затем Департамента образования администрации, правительства Кировской области и, наконец, Департамента образования Кировской области. Анатолий Михайлович, добрый день. Точно, здравствуйте. Вы в определенном смысле человек эпоха и человек легенда, потому что немногим удается находиться на одной и той же руководящей должности так много времени. 27,5 лет, если не ошибаюсь. Да, практически на этом месте 27,5 лет. С октября 87... Ну, если брать еще, когда я был заместителем, вначале я пришел уже заместителем, не только, ну, не сразу руководитель, то с октября 87-го года по 25 июня 2015-го года. 2015-го года. Вот такой период. Ну, и до этого еще 7 лет я был заведующим Первомайским районным отделом народного образования. Так что вот считайте, сколько это все вместе. Вот как раз-таки сегодня в рамках программы мы и поговорим о вашей работе в роли главного по образованию. в нашем регионе. Сразу же хочу спросить, вот находясь в такой продолжительный срок на руководящей должности и покинув этот пост, вот каково это? После 27,5 лет работы на одной и той же должности. Совершенно нормально. Ну, то есть, конечно, я же привык жить в определенном ритме. Все 20 или там сколько, 28 лет или больше 35 лет, если считать Первомайский районный отдел, то, конечно, это заставляло и самодисциплинироваться. Все время не хватало времени, все время было царить нот во времени, потому что надо было успеть множество дел, принять людей, объяснить и так далее. Ну, вот сейчас, конечно, стало все спокойнее, но, по крайней мере, я понимаю, что вот как бы за эти годы я столько вжился в эту систему образования, что до сих пор я не могу, так сказать, не пройти мимо там против любой известия об образовании, какой-то новости. То есть, вы читаете, продолжаете следить за инициативами и так далее. Так что, для меня это очень интересно все, и я по-прежнему живу как бы интересами всей системы. Ну, давайте вернемся к самому началу. Если не ошибаюсь, вам было 36 лет, когда вы возглавили областное образование? Да, 88-й год, да, получается, мне было 36. Вот по современным меркам это такой молодой, амбициозный, подающий надежды чиновник. Ну, в принципе, да, это, в общем, самый такой был разгар и сил, и здоровья, и все, так сказать. Вроде опыт уже был за плечами определенный. Давайте, вот какие задачи тогда ставились перед вами, как руководителем областного отдела народного образования? Как решались эти задачи? Дело в том, что, видите, у нас же в 1984 году началась реформа образования. К сожалению, она продолжается до сих пор. И я уже тут много раз говорил о том, что пора бы, наверное, остановиться немножко, оглядеться, что получается, что нет, и, может быть, от чего-то уже и отказываться. А у нас новации эти все или инновации, как они все идут, идут без конца, появляются новые и новые, и очень сложно понять, что работает, а что, так сказать, уже... А давайте для тех, кто не в курсе, вот основные какие-то постулаты этой реформы, к чему было предложено идти? Ну, во-первых, когда началось реформирование системы образования, самым главным было изменить содержание образования, изменить систему воспитательной работы. То есть, так называемое, было приблизить воспитание, ну, непосредственно к той жизни, которая складывалась вокруг ребенка. И, конечно, тогда много уделялось внимания, внимание вот общественным организациям, детским общественным организациям, это было вот как раз в советское время в конце. Но постепенно ситуация, конечно, менялась, и когда поменялись в 91-м году, поменялась власть в стране, то первое, что сделали пришедшие люди к этой власти, они распустили общественные организации, и я считаю, что вот это одно из таких серьезных, в общем-то, ошибок. В том числе пионерию вы имеете в виду. Да, в том числе и пионерию, и комсомольскую организацию, то есть все то, что работало как бы на детей, через эти организации дети воспитывались, и им прививались определенные навыки социального плана, то есть все это было распущено. И стала главной задачей вроде бы учить ребенка, но учить ребенка мало, слишком мало учить ребенка, надо, чтобы он еще и социализировался все время в этой жизни. Так что вот это, на мой взгляд, была допущена такая серьезная вещь. Но с другой стороны, на первых порах, когда вот в 90-е годы появились возможности у многих организаций наших образовательных, ну, для некого творчества. Вот тогда, вы помните, может быть, в конце 80-х годов очень активно пропагандировались педагоги-новаторы. То есть постоянно были передачи на центральном телевидении, мы слышали там Лысенко, Аманашвили, и с удовольствием слушали этих людей, потому что это были люди опытные, они высказывали очень интересные идеи и мысли, и, в общем-то, это появилось и у нас в области, и появились люди, которые тоже стали или их последователями, или что-то предлагали новое. Вы поддерживали? Да, когда вот в начале 90-х годов мы как раз, собственно говоря, и работали с этими людьми, с тем, чтобы, ну, как-то их поддержать, дать возможность им реализовать то, что они задумали. А реализовывалось это прежде в чем? Тогда, в общем-то, очень стало, поменялись программы общеобразовательные, появились программы с углубленным изучением, и это дало возможность создавать новые образовательные учреждения, такие как школы с углубленным изучением предметов, лицеи, гимназии. И вот мы как раз, собственно говоря, на первых порах в 90-е годы старались это сделать с тем, чтобы как можно больше таких школ появилось в Кировской области. И где-то за короткий период, ну, не знаю, за пятилетку, можем так скажем, у нас было около 80 таких школ с углубленным изучением, лицеев и гимназий, и эти образовательные учреждения очень стали успешно работать. Правда, конечно, когда на первых порах мы же старались поддержать, а не загубить инициативу, поэтому, естественно, уровень был достаточно разный. Но потом это все стало как бы на свои места, анализировалось, проверялось, и, в общем-то, те учреждения, которые не подтверждали свой статус, мы старались или вы меняете этот статус на обычную массовую школу, или вы все же стараетесь добиваться того уровня, который должен соответствовать этим образовательным учреждениям. А педагогический коллектив, как воспринял эти веяния? Тут тоже требуется больше подготовки от учителя. Понимаете, вот здесь нужно было не допустить грань насаждения, а именно нужно было именно работать с теми коллективами, которые были к этому готовы. И к нашей, так, ну, радости, может быть, таких коллективов в области оказалось немало. Поэтому кого-то понуждать или принуждать, собственно говоря, даже не было смысла такого. И не было никаких конфликтных ситуаций, что вот мы там заставляли кого-то или так далее. Нет, это все делалось в рамках того, что инициатива проявлялась снизу, а дальше мы уже помогали ее реализовать. И вот за короткий период. И сразу же это что дало в конечном итоге? Это дало сразу огромный скачок нам в работе с детьми, прежде всего, разного уровня подготовки, состояния здоровья. То есть мы развели детей, которые могли учиться гораздо быстрее, допустим, тем по их обучению, те, которые немножко задерживались. И с одаренными детьми пошла очень активная работа. Вот это все вместе взято и характеризует, наверное, вот те 90-е годы, которые стали таким прорывным моментом в работе с одаренными детьми по созданию инновационных образовательных учреждений. И, собственно говоря, они работают ведь до сих пор. То есть система, как раз заложенная в те годы, она продолжает функционировать? Да, она работает. Она развивается в какой-то степени, появляется. И мы можем оговорить сегодня о результатах очень хороших, потому что Кировская область сразу в 90-е годы так это ворвалась, так скажем, в когорту таких наиболее передовых регионов страны. Мы заняли место в 12 самых сильных регионах по работе с одаренными детьми. Я помню, меня даже приглашали в Министерство образования. Я делился опытом, как Кировская область работает с одаренными детьми, почему у нас такие результаты. К области было приковано внимание. И еще потому, что где-то в конце или начале 2000-х годов газета «Известия» публикала интересную информацию о том, что по количеству победителей в российских и международных олимпиадах дети Кировской области из расчета на 100 тысяч населения заняли первое место в стране. То есть, по сути дела, мы опередили тогда. Москва оказалась на шестом месте, там Санкт-Петербург, Новосибирь после нас, а маленькая Кировская область оказалась на первом месте. И это как раз привлекло внимание Кировской области, за счет чего удавалось. Я всегда говорю, что в Кировской области очень много талантливых детей, а еще больше талантливых учителей. Поэтому все это вместе взято и оказало такой результат. А приезжали, наверное, какие-то специалисты, подробно изучали эту ситуацию? Вот, кстати... Кто-то, возможно, даже работы писал на основе Кировской области? Ну, это работы писали, может быть, так сказать, и наши местные, вот здесь директора, руководители разных образовательных учреждений, учителя. Но вот все шло к тому, что в 2015 году, когда Федеральная служба надзора и контроля провела анализ работы за 10 лет всех регионов страны и результатов образования, у них, конечно, вот сложилось такое впечатление, что самые лучшие регионы, в числе которых оказалась Кировская область, а они 5 регионов выделили, Москва, Санкт-Петербург, Киров и еще 2 региона, сейчас просто забыл. И вот тогда руководитель Рособранадзора Сергей Сергеевич Кравцов приехал в Кировскую область, это было в прошлом году, в мае месяце, и проинформировал губернатора о том, что вот такие результаты, причем самое-то удивительное даже не в том, что результаты очень высокие, а в том, что за какие деньги эти результаты достигаются. Вот я запомнил хорошо, тогда он называл две цифры, что в Москве на каждого ученика тратится в год 613 тысяч рублей, а в Кировской области всего 51 тысяча. 613 тысяч, 51 тысяча, большая разница. А результаты оказались вот такими, что мы после Москвы и Санкт-Петербурга были третьими по качеству образования, так скажем, в стране. И он предложил губернатору, давайте мы организуем на базе Кировской области площадку федеральную, я, как он говорил, приглашу сюда лучших специалистов из разных институтов, чтобы изучили опыт того, что происходит в Кировской области и рекомендовали этот опыт в стране. Потому что сегодня в стране, например, как он, это с его слов я повторяю, что вот, например, в Татарстане едут в Сингапур, изучают опыт Сингапура в образовании, весь Северо-Восток, Россия едет в Финляндию, изучают опыт Финляндии, а он-то говорит, зачем нам ездить куда-то по... Северо-Запад, наверное, в Северо-Запад. Северо-Запад, я оговорился, да, Северо-Запад. И лучше изучать опыт наш, так сказать, местный, и мы бы предложили вот регионам, площадку Кировской области, чтобы такой опыт можно было бы тиражировать. Но, к сожалению, я не знаю, по каким причинам губернатор эту идею не поддержал, и она не получила своего развития. Поэтому вот на сегодняшний день, ну, как бы есть, так есть. Но, тем не менее, опыт, конечно, я думаю, что у нас очень интересный, уникальный, и не только в самом образовательном процессе, но и опыт уникальный в организации управления системой образования, вот это тоже, так сказать, имеет место быть. И все это вместе взятое, в общем-то, дает нам, как бы, уверенность в том, что и дальше это все пойдет. А если еще вернуться ненадолго, в 90-е годы, я хочу поинтересоваться ситуацией со среднеспециальными учебными заведениями, с высшей школой, там какие процессы наблюдались? Ну, понимаете, там не только средняя была профессиональная школа, там была и начальная профессиональная школа, то есть были училища профессионального образования и техникумы. Конечно, они оказались тогда в очень сложной ситуации, потому что ведь за счет чего держались все эти образовательные учреждения? За счет того, что в стране была встроенная система, за каждым образовательным учреждением было закреплено базовое предприятие, и эти все наши техникумы, профессиональные училища были сориентированы на работу с конкретным производством. То есть у нас были, допустим, машиностроительные предприятия, и у нас целый ряд училищ, они работали с этими предприятиями, готовили для них кадры. Эти базовые предприятия поддерживали, укрепляли материальную базу, ставили новые, так сказать, технологические линии, новые станки, и то есть чтобы дети сразу же могли обучаться на самом современном оборудовании, и когда они приходили на предприятие, они вливались в процесс производственный. И это все сразу было одним махом уничтожено, и поэтому, конечно, стало очень сложно. С другой стороны, ведь все техникумы, все профессиональные училища в свое время, они играли не только вот такую профессиональную роль в профессиональной подготовке, они выполняли еще большую социальную нагрузку, в основном они поддерживали семьи, которые, так скажем, малообеспеченные семьи. Этих детей, так сказать, старались привлечь именно на обучение в эти образовательные учреждения, и самое важное, что они получали там не только среднее образование, но они получали и профессию. То есть они быстрее могли включиться во взрослую жизнь и так далее. И вот после того, как все это менялось, сразу изменились и акценты. То есть если раньше студенты учились у нас на всем государственном, то есть они полностью были обеспечены всем государством, то теперь все это ушло в 90-е годы, и стало это, в общем-то, легло все на семьи. Это, конечно, было очень сложно перестроиться. Поэтому вот и еще одна волна пошла, очень такая волна демографическая уже. Как раз в 90-е годы начался спад рождаемости, количество детей резко стало уменьшаться, и набор студентов сократился, мы вынуждены были оптимизировать эту систему, часть учреждений были закрыты, то есть или объединены. Вот это все вместе взятое характеризовало вот ту ситуацию, которая складывалась в среднем и начальном профессиональном образовании. А высшая школа? Ну, высшая школа, как таковая, мы и меньше занимались, потому что это все же федеральный уровень. Но все-таки вы в курсе. Но нас больше интересовало того, как подготовка кадров для школы самой. И вот здесь тоже стало очень много проблем, потому что высшая школа стала переходить на совершенно новую систему обучения. То есть в стране стали закрываться отраслевые вузы, в частности, вот и педагогические вузы стали, и осталось, что я говорю, половину, наверное, в стране. А это сразу принесло серьезные перекосы в системе профессионального педагогического образования. Ну, например, мы всегда гордились, что наши педагоги, одни из самых лучших, они, в общем-то, прекрасно знают не только содержание своего предмета, но они прекрасно знают методику преподавания этого предмета, потому что не может учитель прийти, просто зная какой-то исторический факт и рассказать о нем. Его нужно еще так преподать, чтобы ребенок уловил самое важное, самое нужное, а для этого нужно знать методику преподавания любого предмета, там, новейшей истории, истории древнейшего мира и так далее. То есть, и вот сейчас, когда в 90-е годы этот процесс начался переход на новые программы, в основном стали переходить на университетский уровень образования, ну, и многое из этого, из вот такого конкретного педагогического образования исчезло просто-напросто. Во-первых, перестали, меньше стало гораздо внимания уделяться психологии, педагогике, физиологии ребенка, так сказать, методику стали, самое, тоже запустили по-своему делу, меньше стало часов практики в школах, и это, конечно же, сказалось на учителях, на молодых учителях. Во-первых, они и так-то плохо шли, потому что, вы знаете, в 90-е годы как было сложно, и с заработной платой, и с оплатой вообще учительского труда. Вот это все серьезно очень, так сказать, сказалось на развитии школы. Если переноситься в современность, как вам видится будущее подготовки педкадров в связи с созданием опорного вуза? Вы все-таки выпускник Кировского педагогиститута. Да, я, честно говоря, пока очень смутно понимаю, как вообще в Кировской области будут готовиться кадры для школ, но я считаю, что единственным путем, по которому стоило бы пойти, это взять на области на себя заказ для подготовки педагогических кадров внутри этого опорного вуза. То есть определенное количество педагогов, мы готовим, и они должны потом как раз-таки работать. Да, мы за них оплачиваем, мы платим, так сказать, готовим их за государственные деньги, и они должны, так сказать, после окончания, получив соответствующие... Но мы тогда, если платим деньги, мы диктуем условия, какая должна быть, так сказать, подготовка, в чем она заключается. Но по большому счету, наверное, это было бы правильнее даже не так, а правильнее на уровне страны определиться, каким должно быть педагогическое образование, потому что об этом речь идет давно, но до сих пор концепцию педагогического образования, дальше концепции не пошло, и, собственно говоря, пока нет каких-то подходов. Так вот, если бы это все сложилось, то я считаю, что учитель должен быть очень серьезно подготовлен в плане и профессионального знания предмета, методики преподавания, знания всех особенностей детей различных возрастов, и только тогда можно смело говорить, что такие учителя смогли бы двинуть школу дальше. И я пока, честно говоря, вот не знаю, как внутри опорного института все это будет складываться, поживем, посмотрим, но хотелось, чтобы был выбран правильный путь все же. Давайте сейчас еще ненадолго заглянем в годы 2000-е, тоже весьма интересная эпоха, ну, в частности, ЕГЭ, да? Да, это наш... Появилось у нас в это время. Появилось ЕГЭ в начале 2000-х годов, но вначале началось ведь не с ЕГЭ, началось с централизованного тестирования. Причем вот интересный такой момент, когда начался вот этот процесс централизованного тестирования, то, в общем-то, он совершенно был иной подход. Это было не массовое, это было необязательное тестирование. Но тогда сразу же разрешили засчитывать результаты централизованного тестирования. Вот если, например, школьник заканчивал 11-й класс, но вначале он прошел тестирование, то ему результаты этого тестирования засчитывались за итоговую оценку за среднюю школу. Это было интересно, то есть я мог поправить оценку. Допустим, у меня в школе была четверка, а я сдал и прошел тестирование на пятерку, и эта пятерка перекочевала мой в аттестат. В общем, был стимул. Да, был сразу стимул. И это было не делалось ни из-под палки, не было таких же жестких, так сказать, ограничений во всем и вся. И тогда этот процесс очень быстро набирал свою силу, как бы так сказать. Идея сама по себе, она ведь неплохая, что должны все одинаково подтвердить уровень своих собственных знаний. Только найти вот этот механизм, как это сделать правильно, чтобы не ущемлять интересы ребенка, не скатываться, вот как скатились, на мой взгляд, скатились натаскивания по предметам, не в изучении предмета, не в раскрытии, так сказать, всех нюансов, а именно в натаскивании. И ведь не случайно сейчас даже все предварительные, так сказать, билеты, или как там, но вопросы, они публикуются заранее. То есть одиннадцатиклассник, он знает уже за полгода или там больше, какие вопросы будут, и он старается все эти вопросы проработать. И поэтому сам процесс-то образовательный, он уже совершенно становится другим. То есть плановость теряется, а именно идет перескакивание с одного на другое, лишь бы только, так сказать, ученик смог ответить. А вы пытались изменить ситуацию, это как-то? Понимаете, эта ситуация развивалась не сразу, она развивалась постепенно. И все эти, допустим, и ограничительные меры, они пришли ведь тоже, так сказать, не сразу. Но я так понимаю, что ограничительные меры появились в силу того, что в разных регионах единый государственный экзамен, хотя он был анонсирован как спасение от коррупции в образовании и так далее, он фактически эту роль не сыграл, не выполнил. То есть особенно в Закавказье, там, в национальных республиках, когда в национальных республиках вдруг все получали оценки за знания, великолепные оценки за знания русского языка, конечно, сразу вызывало сомнение. На Кавказе, например, там вообще 80% сдавали на пятерки, на отличные оценки знания русского языка. То есть это все, видимо, решили, так сказать, и так развивались события, что нужно было до минимума свести все вот эти нарушения, поэтому жесткий контроль со стороны, так сказать, различных силовых структур и так далее, и так далее, видеокамеры и там прочие вещи. Отсутствие телефона при себе. Да, все это, чтобы человек пришел уже, так сказать, и не было никак, не было никакой возможности даже где-то подсмотреть или посписать что-то. Поэтому, хотя вы помните, в советской школе экзамен это был праздник. По известному фильму мы знаем это, да. Да, знаете, а я знаю натуре. Мы шли на экзамен с цветами, дарили учителям цветы, не было такой, какой-то, знаете, ну, как сказать, вот такой жесткости, что вот вы пришли, вы там не знаю. Все это шло очень демократично, кстати. Все время ругаем советское время, что там с демократией не хватало, а демократии было бы много раз больше. И никакой, так сказать, там не было такого же ажиотажа, никого никто не пугал и так далее. Экзамены проходили очень спокойно. Но в то же время они проходили объективно, потому что учителя знали ученика, они его прекрасно, так сказать, понимали. И если ученик учился в течение года и знал материал, для учителя это, если он член комиссии, было вполне достаточно, чтобы ему поставить ту оценку, которую он заслуживал. Так что тут в этом вопросе. Но от этого ушли. И вообще-то ведь, видите, все же рисовалось с американской кальки. Я в свое время, когда был в Америке, я изучал опыт американских, так сказать, школы, старшей школы и вузов. У них ведь там смысл какой? Это сейчас на нашу почву все это завели. Если ученик сдал экзамены, там тоже в форме такой же тестирования, сдал экзамены, набрал энное количество баллов, а вуз должен объявить, с каким количеством баллов он будет принимать в этом году. То есть он объявляет, допустим, там 200 баллов, и ученик набирает соответствующие баллы, значит, он может подавать заявление и быть уверенным, что в этот вуз он попадет. Но если он набрал там на несколько баллов меньше, значит, у него уже поле сужается. То есть он уже попадет в тот вуз, который, допустим, 150 баллов объявил в качестве приемного. То есть вот таким образом, как бы и потоки распределялись. Ну, безмешательство вроде бы людей, там, чиновников и так далее. Но на самом-то деле это, так сказать, сыграло не очень. В наших условиях, с нашим менталитетом, сыграло несколько другую роль. Поэтому вот такая ситуация. А вообще современные ученики школы, вы ведь с ними общаетесь? Вы дедушка. Я не дедушка, к сожалению, пока нет у меня внуков. Нет пока. Простите, ошибся. Ну, ничего страшного. Ну, с современной поколения школьников. С детьми, конечно, я общался. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, 20 лет назад. Какие они, современные школьники, на ваш взгляд? На мой взгляд, дети, они стали несколько другими. Они стали другие, поскольку изменилось окружение, в котором они живут. Во-первых, информационные потоки, которые сегодня обрушиваются на ребенка, они, ну, страшно иногда, так сказать. Это телевидение, это интернет сегодня, это массовые, так сказать, вот коммуникационные такие средства. Это все изменилось. И в этой ситуации очень интересно то, что стало гораздо работать учителям, сложнее учителям. Ведь раньше учитель был непререкаемым авторитетом в своем предмете и там вообще в окружении, так сказать, в деревне, в селе, там, в городе, в каком-то микрорайоне. А теперь сегодня, ну, многие ученики, они же могут забежать вперед и знать даже чуть больше того же учителя. В общем, они получили право такое под сомнение ставить, да? Да, конечно, поэтому для учителя сегодня нужно быть не просто первоклассным, так сказать, профессионалом, а ему нужно быть в огромной степени первоклассным психологом. Он должен разбираться в психологии детей, он должен все время быть, ну, как бы так сказать, понимать, что требуется данному ребенку, что хочет из него данный ребенок. Тогда он будет интересен. А если он просто будет, как бы, вот приходить и давать только лишь свой материал, такой ребенок, такой учителю уже будет неинтересен. И, конечно, сегодня учителю надо очень много интересоваться тем, что происходит в обществе, постоянно информировать детей о том, что происходит в обществе, чтобы у них тоже складывалось свое впечатление и так далее. То есть они могут сегодня, и с учителем всегда нужно было, так сказать, можно было бы поспорить, в хорошем смысле слова, не там огульно как-то, а поспорить, разобраться в тех нюансах, которые происходят в нашей жизни. Вот учитель как раз в этом плане должен быть очень серьезно подготовлен. К сожалению, вот этого сегодня и не хватает. Еще хочу коснуться следующей темы, много об этом говорится в последнее время. Это отток молодежи из региона, в том числе путь, когда человек заканчивает школу и уезжает учиться в другой регион, в другой более престижный вуз. Вот у нас и недавно временно исполняющий обязанности губернатор Илья Васильев заявил о том, что надо трудиться над тем, чтобы дети оставались и учились здесь. На ваш взгляд, с какой стороны тут надо подходить? Ну, понимаете, я сейчас не помню, как там прозвучало, но меня немножко покоробило, что нужно ориентироваться на производственников, а не на детей. Это, наверное, все же неправильно. Нужно так сегодня работать с производственниками, чтобы они предоставляли, или такие, так сказать, развивали профессии, которые были бы интересны детям. И чтобы дети пошли, не просто вот его послали. Вы помните, наверное, ну, не знаю, помните ли вы или нет, но я хорошо помню в свое время. В стране такое было движение, всем классам на ферму. Хочешь, не хочешь? Да, хочешь, не хочешь. Я хочу, может быть, быть, извините, там, учителем, а мне говорят, нет, пойдешь на ферму работать. И было страшно много всякого рода случая, когда, ну, дети пытались как-то отказаться, но тогда сила коллектива была, то есть коллектив решил, дети, взрослые, так сказать, подсказали, дети решили, и всем классам на ферму. Ну, зачем сегодня устраивать такое же? Мы должны, наоборот, сегодня работать так, что если развиваются сегодня какие-то предприятия, выстраивается новое производство, мы под это производство должны предлагать и детям, что вот, ребята, вот современное производство, пожалуйста. А решается все это ведь не школа решает, а решают, прежде всего, производственники. И если будет предложение, то, соответственно, появится и спрос. То тогда мы всегда говорили, вот ведь сейчас... Но это, безусловно, работа ни одного, ни двух, ни пяти лет. Конечно, нет. Это проблема очень серьезная, она решается достаточно долго и будет решаться долго. И, к сожалению, решить ее не так-то просто. Но к этому надо стремиться. А если мы этого не будем сегодня, а будем говорить, нет, вот вы пойдете, вот, допустим, работать там на какое-то предприятие и только туда, это ничего не получится. Во-первых, может быть, если, конечно, там сделают очень высокую заработную плату, какие-то очень хорошие условия, там, социальные пакеты и все прочее, это на какой-то период, так сказать, решит проблему, часть пойдет. Но ведь не все пойдут, допустим, в инженеры, не все пойдут в учителя. Значит, нужно какие-то еще искать варианты. Ведь почему сегодня молодежь уезжает из Кировской области? Сегодня у нас прекрасная молодежь, великолепная. Я очень восхищаюсь теми детьми, которые сегодня учатся в школе. Они настолько талантливы, они так много знают, но они заканчивают школу, они уезжают из Кировской области, поступают, их берут просто с руками и ногами. Как-то раз мне давным-давно, это было уже, позвонил Садовничий этот, ректор МГУ. И задал такой интерес, а что это у вас происходит? Почему у вас такие талантливые дети? Я говорю, а в чем дело? А дело в том, что... Он там претензию, что ли, высказал это? Ну, дело в том, что он говорит, что у нас в МГУ сформировалось целое вятское такое землячество. И самое удивительное для меня, это то, что дети из Кировской области сразу же после первого года так успешно вживаются в жизнь студентов, что никаких проблем не возникает. Вот из других регионов ситуации бывают разные. А ваши дети фактически сразу же включаются в работу, и никаких проблем не возникает. То есть их так готовят сегодня в школе. То есть они знают, как это. И я несколько раз слышал от ребят, например, что подготовка в кировских школах, она такова, что дети приходят, когда в ВУЗ, то, в принципе, они много очень знают уже из того, что они спокойно сдают сессию, не перегружаясь, не напрягаясь. И это тоже очень важно. Вот поэтому, как бы, здесь есть моменты. У нас остается буквально минута. Я хочу еще задать последний вопрос. Нынешний руководитель Министерства образования Кировской области Александр Измайлов, который был вашим заместителем, можно ли его называть вашим преемником? Да, конечно. Мы с ним проработали 15 лет. Я его, как бы так сказать, подметил на конкурсе «Учитель года» Кировской области. Он работал тогда в 61-й школе. Если я не ошибаюсь, он учитель иностранного. Да, он учитель иностранного истории тоже. Тогда была такая профессия. Поэтому мы с ним проработали очень долгое время. Обращается за советом сейчас? Никаких, как бы, не было проблемных ситуаций. Мы постоянно взаимодействовали по разным направлениям. Ну, в общем-то, у нас все получалось. Поэтому я с легкостью, так сказать, передал, если так можно сказать, вот это бремя ему. И я думаю, что тут проблем не должно никаких возникнуть. Обращается за советом сейчас? Ну, конечно, какие-то проблемы возникают. Но, понимаете, здесь тоже очень интересны. Советовать всегда можно, и советовать всегда легко. Поэтому я не сторонник того, чтобы, знаете, ну, как бы, совет можно дать любой. Но все равно он должен прожить вот эту ситуацию, чтобы или принять, или не принять совет. Поэтому я тоже осторожничаю. Но нельзя навязывать свои, так сказать, мало ли, какие у меня могут быть там идеи появляются. Поэтому то, что реально, то да, это без вопросов. Спасибо. Завершилось время нашей передачи. Напомню, что эта передача «Крупный план». Гость студии Анатолий Чурин на протяжении 27 лет с лишним возглавлявший образование в нашей области. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам большое.